Все прелести движения по Солочинскому мосту 5 километров в час мы испытали на себе. Водители, не выдержав многочасовой пробки, старались объехать ее по обочине. А водителю скорой помощи вообще пришлось проехать через поле, чтобы попасть к пациенту. В общем, кто во что гораст. Однозначно можно сказать одно. До осени ситуация вряд ли изменится. На сегодняшний день ситуация на Солочинском мосту такова, что рабочие полностью подготовили арматурную конструкцию для установки деформационного шва. Его обещают привезти уже сегодня. Сегодня же его установят. На самом деле на мосту три таких шва, поэтому работы предстоит еще много. Представители подрядчика нас заверили, что в течение недели привезут и установят оставшиеся два шва. Их доставят из Липецка. Положить швы это в районе двух недель. Но должен еще бетон набрать прочность. Здесь он специальный. И помимо самих деформационных швов, здесь еще идет ремонт самого покрытия, самого полотна. На это тоже нужно время. Сейчас работа на мосту кипит в прямом смысле слова. Рабочие заполняют отверстия специальным химическим анкером, который усиливает конструкцию. Сам анкер представляет собой арматуру длиной 40 сантиметров и диаметром 14 миллиметров. Сделан он из высокопрочной стали, что очень важно в наших погодных условиях. Рабочие отметили, что длина моста разнится до 10 сантиметров зимой и летом из-за изменения температур. В теплое время года мост становится длиннее. И от того, как установить деформационные швы напрямую, зависит срок службы моста. Конструкция самая современная. На данный момент завод-поставщик деформационных швов дает достаточно большую гарантию и самые последние модели деформационные швы. Ежедневно на ремонт моста выходит порядка 25 рабочих. Они уверяют, что понимают автолюбителей. Им и самим приходится преодолевать тот же путь через пробку каждый день. Поэтому просят водителей о понимании. Это мы делаем не для себя, мы делаем для города. Едут, обзываются, матерятся. У нас рабочий день с 7 до 8 часов вечера. Вот сейчас, особенно лето, сейчас на улице такая жира. Работают мужчины, работают женщины. Часть работ происходит внизу, на тех швах. То есть это та же самая установка опалубки. Ну, там достаточно много работ. И так как мост все-таки большой, поэтому все люди распределены по участкам. И такой массовости, может быть, на первый взгляд ее не видно, но работы делаются. И делаются они в срок. После того, как в деформационные швы будут установлены, уже другой подрядчик будет укладывать вравнивающий гидроизоляционный и защитный слой асфальта.